Сера, глава 40. И страх смерти, и негодования, и распря. И во время успокоения на ложе ночной сон расстраивает ум его. Мало, почти совсем не имеет он покоя, и потому и во сне он, как днем на страже. Будучи смущен сердечными своими мечтами, как бежавший с поля брани, во время безопасности своей он пробуждается и не может надевиться, что ничего не было страшного. Хотя это бывает со всякой плотью, от человека до скота, но у грешников всем крат более сего. Смерть, убийство, ссора, меч, бедствие, голод, сокрушение и удары – все это для беззаконных, и потоп был для них. Все, что от земли, обращается в землю, и что из воды, возвращается в море. Всякий подарок и несправедливость будут истреблены, а верность будет стоять вовек. И менее неправедных, как поток, иссохнут, и как сильный гром при проливном дожде прогремят. Кто открывает руку, тот бывает весел, а преступники в конец погибнут. Потомки нечестивых не умножат ветвей, и нечистые корни на утесистой скале. А сока при всякой воде и на берегу реки скашивается прежде всякой другой травы. Благотворительность, как рай, полна благословений, и милостыня пребывает вовек. Жизнь, довольна своей участью и труженика, сладостна, но превосходит обоих тот, кто находит сокровища. Дети и построение города увековечивают ими, но превосходней того и другого считается безукоризненная жена. Вино и музыка веселят сердце, но лучше того и другого — любовь к мудрости. Сверель и гусли делают приятным пение, но лучше их — приятный язык. Приятность и красота вожделены для очей твоих, но более то и другое — зелень посева. Друг и приятель сходятся по временам, но жена с мужем всегда. Братья и покровители во время скорби, но вернее тех и других спасает милостыня. Золото и серебро утверждают стопы, но надежнее того и другого признается добрый совет. Богатство и сила возвышают сердце, но выше того — страх Господень. В страхе Господнем нет недостатка и нет надобности искать при нем помощи. Страх Господень, как благословенный рай, и облекает его всякою славою. Сын мой, не живи жизнью нищенскую, лучше умереть, нежели просить милостыни. Кто засматривается на чужой стол, того жизнь не жизнь, он унижает душу свою чужими яствами. Но человек разумный и благовоспитанный предостережет себя от того. В устах бесстыдного сладким покажется прошение милостыни, но в утробе его огонь возгорится. Продолжение следует...